Добро пожаловать Рамис наверху? Нет, он ушел, когда нас не было Спасибо Эзель, Камиль, ты свободен Меняться сложно, Эзель Казаться кем-то другим легко Но быть другим тяжело Стамбул, 2005 год Здравствуй, Эзель Я не смог Я не смог, дядя Я пошел к ним домой Достал пистолет Но выстрелить Выстрелить не смог Понятно Зачем ты пришел ко мне? Зачем пришел? А куда мне идти? Скажи мне, дядя, куда мне идти? Посмотри на мое лицо Посмотри на него, дядя Разве кто-то, кроме тебя Узнает это лицо? Куда мне идти? Скажи, дядя, куда? Ты хотел убить их? Да Да Почему? Смотри мне в глаза Почему? Потому что я не могу видеть их Как ты их ненавидишь? Как ты их ненавидишь? Сядь Сядь Сядь, сядь, сядь А теперь Ответь на мой вопрос Как ты их ненавидишь? Они Без меня Поэтому я не могу видеть их Почему? Потому что Потому что Потому что Я до сих пор люблю ее Я до сих пор люблю ее Ты ошибаешься, племянник Ее любишь не ты Не Эзель А Омер до сих пор любит ее Омер Ты ошибаешься, племянник Они не смогли убить Омера Только ты можешь убить Омера И пришло время Убить Омера, Эзель Потому что То, что хочет сделать Эзель Омер сделать не сможет Потому что Омер Милосердный Только Убив себе Омера Ты сможешь Отомстить Если готов Если ты намерен Сделать это Запомни одно Не бери в руки Пистолет Делай, что хочешь Но не бери в руки Оружие Так ты не достигнешь цели Будь умнее Чтобы одолеть врагов Ты должен использовать Не оружие А их слабые места Слышишь? Их слабые места А сейчас скажи мне, племянник Подумай хорошенько И скажи мне Тебе нужна моя помощь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ты хочешь сделать? Отомстить Как? Они забрали у меня все И я заберу у них все Как? Не спеша Я узнаю их слабые места Войду в их жизнь Я заслужу их доверия И покорю их сердца А потом Субтитры создавал DimaTorzok Скажи мне, племянник Скажи мне, племянник Скажи правду Ты действительно готов сделать это? Стамбул, 2009 год Послушай меня, племянник Теперь недостаточно говорить неправду Субтитры создавал DimaTorzok Теперь даже оставшись один Ты не сможешь быть прежним человеком Я не умер Я не умер Я не умер Я... У меня есть старший брат Он всегда будет моим старшим братом А я навсегда останусь его младшим братом Мертв Мама Он всегда должен быть младшим братом Не жалей себя, сынок. Добро пожаловать, Рамис. Спасибо, племянник. Я думал, есть еще два месяца. Двадцать лет прошло. Они сказали, что дарят мне два месяца. Ты до сих пор не привык к своему отражению в зеркале? Ты отсидел двадцать лет, а я всю жизнь. Верно, племянник. Идем прогуляемся немного. Пойдем. Ты молодец. Все потихоньку подготовил, как надо. Все в порядке. Как подготовиться к встрече с мамой, дядя? Этот мерзавец приходит к нам домой. Называет моего отца отцом. Как мне смириться с этим? Как, дядя? Ты со многим смирился, племянник. И с этим смиришься. Нет, дядя, это не так-то просто. Я уже ко многому привык, многое забыл. И даже умер. Но знаешь, что сложнее всего? Самое сложное... Вернуться домой. Самое сложное... Не расквитаться с врагами. Я расквитаюсь с ними, дядя. Не переживай. Да, времена. Раньше на тебя охотились, а сейчас ты охотник. Но с кем ты имеешь дело? С кровожадными животными. Такие у тебя враги. Хитрые враги. Ты должен заманить их. Другими словами, тебе нужна приманка. Кто будет приманкой? Никто не может быть приманкой, Рамис. Будешь цепляться к словам? Они не такие, как мы. Ты одолеешь их только, если будешь считать своими врагами. Я сделаю с ними то, что они сделали со мной. Но я никогда не буду таким, как они. Нет разницы, племянник. Есть девушка. Сестра Ишан. Я думаю о ней. Почему она? Потому что она слабая. Она болеет. Все за нее волнуются. Что еще? Потому что Ишан любит ее. Что еще? Есть что-нибудь еще, племянник? Потому что она верит людям. Она похожа на меня. То есть, на Омера. На Омера? Хорошо. Ладно. Пойдем поглядим на новый Стамбул. Идем. Стамбул. Двадцать лет прошло. Двадцать лет. Выбери одну карту. Ну, давай, выбери одну. Если не выберешь, я не буду отвечать на твои вопросы. Не сближайся с этим Эзелем. Мы не можем доверять ему. Ты понимаешь это? Понимаю. Я слушаю тебя. Ты что-то раскопал? Нет, пока нет. Тогда тяни карту. Тяни. Разве могут быть такие совпадения? Он всегда появляется, как из-под земли. Можно подумать, Супермен. Почему он вертится вокруг Бахар? Кто он? Что он? Понятно. Что тебе понятно? Что тебе понятно? Ничего. Этот подонок что-то проворачивает. Если я не выясню это, значит я не Али Щипцы. Ладно, ладно. Ты узнавай своими методами, а я буду узнавать своими. Мы узнаем. Не переживай. Пока не узнали. Алло, красавица. Как дела, любимый? У тебя веселый голос. Сегодня прекрасный день, поэтому... Что ты делала? Ничего. Я ходила за покупками. Вечером позвонит Айлин. Если получим награду, может поужинаем вдвоем? С чего это? Ничего. Я просто хочу, вот и все. Ничего себе, сколько пакетов. Может, ты и нам что-нибудь прикупил? Это все твое. Кроме этого. Правда? Мне повезло с начальником. Все идет согласно плану. Поэтому или... Или что? Ничего. То есть... Шабнэм. Говори. Ты сказал согласно плану. Ты хочешь отомстить Айшан? Или просто хочешь вернуть ее? Шабнэм. Слушаю. Пусть Камиль отвезет тебя. Сегодня ты мне не понадобишься. Приехали. Джингис Бей сказал. Не начинай снова. Что ты заладил? Джингис да Джингис. Ты не выполнил мое поручение. Смотри, даже Джингис Бей не спасет тебя. Понятно? Понятно? Понятно. Я искренне верю, что ты говоришь от души, но сегодняшнее решение можно завтра поменять. Мы даем себе обещание и быстро забываем, что поделать. Да, мы даем себе обещание и быстро забываем, что поделать. Однажды этого мира не станет. Почему человек печалится, когда заканчивается любовь? Любовь прогоняет судьбу, или судьба прогоняет любовь, пока никто не разгадал эту тайну. Да, наливай вино, племянник. Надо было сказать, что ты придешь, дядя. Для твоего же блага. Кругом враги. Ты омерзавца, который ждет на улице? Али, не переживай. Он не увидит меня. Я всю ночь не спал. Ворочался с одной стороны на другую. Наверное, с непривычки. Ты на свободе. Да, я тоже так подумал. Мне приснился сон. И сон был о тебе, между прочим. Я даже во сне не даю тебе покоя. Ты стоял на мосту. Внизу пылал огонь. Перед тобой стоял дьявол. А за спиной ангел. Они оба звали тебя. Я всем нужен. Они не просто звали племянник, а задавали тебе вопросы. Какие вопросы? С одной стороны ангел, с другой дьявол. Как думаешь, о чем они спрашивали? Я каждый день задаю себе этот вопрос. Ты знаешь, каково это? Засыпать Омером, а просыпаться Эйзелем. Каждый божий день, дядя. Каждый божий день. Это не шутки, племянник. Ты будешь играть в эту игру? Нет. Они будут испытывать тебя. Задавать вопросы. Ты должен, не колеблясь, ответить. Ты продолжишь игру или сдашься? Дядя, к кому я пошел во сне? Вот это самое главное. Ты не пошел ни к одному из них. А третьего варианта не было? Был. Прыгнуть в огонь. Прыгнуть в огонь. Конец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не ответишь? Джингис, что ты делаешь вечером? Есть одно дело. Ты справишься один? Или тебе некому помочь? Ты же знаешь, я работаю один. Да, да, да. Хочешь вечером прийти на игру? Что за игра? Без вмешательства. Ты и я. Реванш. Увидимся вечером. Что случилось? Они проглотили наживку. Они на крючке. Молодец, Шевнем. Ты хорошо поработала. Начальник, я чуть не попалась. Попалась? Ты молодец, Шевнем. Хорошая работа. Камиль. Камиль, дядя не звонил? Ну что ж, раз они хотят видеть Эзель, дадим им Эзель. Я схожу за машиной. Эзель. Ты бросаешься в огонь, племянник. В огонь. Ты в ответе не только за свою жизнь. Мы доверили тебе свои жизни. Я принял решение, дядя. Если ты хочешь остаться в стороне, тебе лучше знать. Довольно. Не рисуйся передо мной. Я не собираюсь с тобой в слова играть. Я называю тебя племянником, но ты мой сын. Сын! Спасибо. Но я сам справлюсь. Ты так думаешь, но не справишься, племянник. Они уже заподозрили тебя. Ты воспользовался их сомнением, поступил умно. Но нужно больше. Чтобы они забыли о своих сомнениях мало того, что ты успешен. Надо испортить им удовольствие. Как? Мы хотим, чтобы они начали работать с тобой. Тогда придется немного остудить их пыл в их бизнесе. Дядя, как? Ты поспешил, племянник. Привлек к себе много внимания. Ты не дождался, пока все не уляжется. Теперь придется применить к ним грубую силу. Понимаешь? Ты постоянно говорил, никакого оружия. Не вмешивайся в это. Пусть это будет моим бременем. Дядя, ладно, племянник. На сегодня достаточно. Ах, да. Держи. Чуть не забыл отдать тебе часы. Они отставали, я исправил. Будь внимателен. Проверь часы в полночь еще раз. Хорошо, сынок? Субтитры сделал DimaTorzok